Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и может кто-то из вас не знал, но я создал себе еще один аккаунт, он абсолютно пустой, здесь нет никаких машин и на прямых трансляциях я прокачиваю сейчас дерево сборной Европы, куда дальше пойдем пока еще не определились, пока остановились на СТРВ М42. И на этом аккаунте я периодически провожу всякого рода эксперименты и сегодня я хочу поэкспериментировать со следующим, как вы видите на моем счету всего лишь 79 серебряных монет и мне вот интересно, можно ли уйти в минус на своем аккаунте, играя практически без серебра или вообще без серебра, спишется с меня допустим золото или нет. Ну и короче говоря, посмотреть хочу, чем все дело закончится, когда я зайду в бой, солью, ничего не сделаю, потрачу голду, ну и таким образом должен буду уйти в минус при пополнении, соответственно, моего боекомплекта, ну и плюс за ремонт техники. Что касается того, сколько стоит один голдовый выстрел, то он стоит 2000 серебряных монет. У меня сейчас есть с собой всего два снаряда, это на 4000 серебром, ну и соответственно я должен буду либо в минус уйти, либо с меня доберут вот этой вот и без того малой суммой голды должны ее сделать еще меньше. Для того, чтобы обнулить свой аккаунт, мне пришлось потратить миллион серебра, но я сделал это с умом, я создал вот этот вот клан GSN GO UP, в который приглашаю всех игроков, у которых менее 1000 боев на счету, как у допустим вот этого претендента. Заявки я начну рассматривать сразу, как только разработчики пофиксят проблему, которая сейчас есть с кланами, а в частности с тем, что игроков из кланов выбрасывает, ну а результаты клана в отношении медалей обнуляются. Я думаю, что разработчики этот весь вопрос решат в ближайшее время, ну и соответственно начну одобрять заявки. Что необходимо для того, чтобы попасть в клан? Как я уже сказал, у вас должно быть менее 1000 боев, потому что это клан исключительно для начинающих игроков. Вы должны найти вот этот клан, ну и соответственно отправить в него заявку. Также вам необходимо найти мой игровой никнейм вот этот, ну и соответственно туда бросить приглашение стать друзьями и написать мне любой текст. В ответ на это сообщение я пришлю вам правила данного клана. Да, во всех моих кланах, которые я создаю, есть отдельные правила, которые необходимо соблюдать. Читаете эти правила, соглашаетесь с ними, ну и тогда добро пожаловать в клан. Ну и что касается нашего эксперимента, давайте будем начинать. Отправляемся в первый попавшийся бой и будем там, ну прям вообще ничего не делать. Итак, друзья, бой начался. Что я планирую сделать? Ну, во-первых, я сейчас отвернусь, отвернусь для того, чтобы ни в коем случае никого не подсветить. Потому что, как все вы знаете, засветы, они тоже приносят нам определенный доход. То есть за них нам тоже начисляется что-то. Второе, что я сделаю, я сейчас сделаю два выстрела голдовым снарядом для того, чтобы потратить эти снаряды. Ну и, соответственно, чтобы потом мне пришлось их компенсировать серебром, которого у меня на счету нет. Ну и понятное дело, что весь бой я буду стоять вот так вот, чтобы никого, не дай бог, не увидеть. Единственное что, глазки закрыть не могу. Если бы мог, то обязательно сделал бы это. Вроде бы вот в такой вот позиции я не должен никого свеже подсветить. Ну и, соответственно, ставлю на перемотку для того, чтобы видео было максимально коротким. Друзья мои, за 9 лет игры в танки я первый раз скажу эту фразу. Слава богу, мы проиграли. Боже, как мне хотелось поехать и разнести оставшихся. Но я держался изо всех сил и, как видите, по кредитам у меня полные нули. Я внизу списка вообще ничего не сделал. И, наверное, данный реплей даже необходимо сохранить. Потому что, ну, прям редко бывает такое, чтобы ты специально сливал. Что касается нашей результативности по кредитам. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Нам ничего не начисляли. Я сделал два выстрела. И обратите внимание. Вообще ничего нет. То есть здесь нет пополнений никаких. Ничего. То есть просто нули. Как правило, здесь пишется цифра с минусом. Мол, типа, ты потратил. Тебе должны это все дело списать. И ты таким образом должен был, типа, компенсировать. Затрачены. Да, то есть пополнить свой боекомплект. Чем дело закончилось? У меня на счету было 2224 золотых монеты. И они там и остались. При этом всем, ребят, у нас здесь есть 79 серебром, как и было. И прикол заключается в том, что несмотря на то, что здесь стоит автоматическое пополнение боекомплекта, боекомплект автоматически не пополнился. Как я понимаю, только лишь потому, что серебра не хватает. Вот такой вот эксперимент. Получается, по серебру в минус уйти нельзя. Если вы не только за обзоры, если вы не только за высветление каких-то новостей в игре, то обязательно подписывайтесь на канал, потому что я снимаю абсолютно разносторонние видео и хочу порадовать каждого из вас, вне зависимости от того, какие у вас предпочтения по контенту. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, что вы лайкните данный видос. И я больше чем уверен, что такого раньше никто никогда не делал. Пишите свои комментарии по поводу увиденного. Я побежал снимать специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.